Четыре года прошло с момента, как Рамазан Айгайбеков посетил свой последний матч Орлана. Четыре года, как погасло самое яркое сердце казахстанского хоккея. Создавший команду с нуля, первый, заключивший контракты с иностранными звездами, открывший дорогу многим молодым казахстанским игрокам и сделавший из локального провинциального клуба победителя Европейского континентального кубка настоящего топа, единственного в стране на долгие и долгие годы. Рамазан Айгайбеков поддерживал в самое трудное время все СМИ, пишущие и рассказывающие о казахстанском хоккее, потому что понимал, что это одна экосистема, и закрытие одних приведет к стагнации во всей индустрии. Своими поступками и планами он действительно опережал время. Он был невероятно открытым человеком, несмотря на свой статус. И после этого выпуска на мой телефон уже не придет сообщение от него, как это было всегда с критикой, похвалой или размышлениями, которым я, конечно же, прислушивался. Он не пропускал ни одного видео, заметки или новости. Он жил казахстанским хоккеем. И счастье в том, что его детище по-прежнему приносит радость жителям Акмолинской области. А люди в команде и за ее пределами с глубоким уважением произносят имя Рамазана Байзулаевича. Рамазана Байзулаевича. Шоу-журнал номер один о хоккее Казахстана «Головой облёт». И сегодня я в прекрасном и замечательном городе Кокшетал. Не только для того, чтобы показать и рассказать вам о хоккее, но и о важном и социально значимом событии в жизни нашей страны. И это будет увлекательное приключение. Лайк, фоллоу и биржу. Это критичная шоу. Скатайте езгалову Аплайндус Ютуб канал. Друзья, смотрите в голову облёт. Смотритесь в голову облёт. Боросин да жунум белен. Эй, вон, хора, гошбелен пузга. Ну, мы не такие люди, поэтому мы постучимся. Все, мы хотели, чтобы ты это не снял. Ну, я постучался, заметь. Сцена нормально, да? Да, без проблем. А это сбивает на строй, да, никогда не стучится, что-нибудь получается? Ну, в основном… Или это так, для прикола? Да так, больше для прикола у нас. Атмосфера, в общем-то, нормальная, что в команде, что даже здесь, на базе. Мы всегда так вот вместе собираемся, ужинаем, ну, общаемся друг с другом, как бы все. Коллектив очень хороший у нас. Орланд такой всегда серьезный клуб был, так что тут организация всегда такая на высшем уровне. Как бы все нормально, да. Может, не секрет, что, наверное, в этом году у всех команд в Казахстане такие легкие проблемы с деньгами, но, как бы… А у многих даже и не легкие. Да, у многих и не легкие. Привет, как вам? Привет, хорошо. Нормально, что делаешь? Не помешал тебе? Да, не, не, все нормально, отдыхаю. Копотаюсь, но еще живет. А, да, где он все? Да, да, а он после игры с семьей приехал, поехал видеться. А, он тоже здесь живет? Да, 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 вот здесь живет. Это его, да, 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 это страна его, это его страна. Ну, основной Егор модник, да, там у него кеды, носки под кеды, все, бума-найк, все дела. Да, все сложено, шкафу, все красиво. Сонька, пятая, чья? Моя. Твоя? Да. С собой привез? Да, да, да. Расскажи, в чем вообще играешь? Какие игры? Да, в FIFA. Вот всякие разные игры выходят, God of War, то же самое. По-разному мы там бываем. То, какой турнир между собой устроен с пальнями, даже те, кто не на базе живет, все приезжают играть на премию в чемпионскую купил. Это в Саларке купил, да, на премию? Да, да, да. Нормально, слушай. Это ты в Казахстане покупал? Нет, уже в Латвии покупал. А, в Латвии? Да. В Казахстане сейчас пятая стоит, ну, в районе 400 тысяч. Ну, там чуть-чуть подешевле. Рефежир твой? Нет, это Егор. Егор, Егор. У тебя тоже там витамин. О, ребят, это Animal Pack, это серьезная история. Всем советую, помните, на сборах в сборной Казахстана Ю-15 я пил как раз Animal Pack и всем советовал, это прям четко. Вообще, как? Я просто разрекламировал, да, среди спортсменов. Чувствуется? Однозначно, на сне отражается, вот я прям спать лучше, лучше становлюсь, как-то не знаю, даже восстановление, утром бодрее гораздо становлюсь. Но это король всех витамин. Да, однозначно. Почем брал здесь покупал? Ой, да, что-то тысяч... В районе тридцатки? Да, тридцатки что-то такое. Да, в районе тридцатки, не знаю. Ну, слушай, молодец, минать. Такое, не жалеешь на себе, на природе? На себе точно не жалеешь. Как вообще в Латвии дела? Да, спокойно все, все спокойно, да. Хоккей как там? Ну, местный чемпионат гибнет потихоньку. Почему? Все игроки нормального уровня разъезжаются по разным странам. Там, по Европе, даже вот в Казахстане тоже Сиксна, тоже Федоров. И из-за этого уровень команд падает. Санузел у нас с душевой, скромный, но прилично. Все есть главное, необходимое? Есть для проживания, поэтому все здорово. Начнем по полной здесь. А времени-то здесь много проводишь? Или все равно больше ледовый, или больше там? Нет, ну, достаточно времени все равно проводим здесь, потому что, что, после тренировки пообедали, едем на базу отдыхаем. Вот. Слушай, извини, что в личное пространство вторгаюсь, но вот это те люди, для которых ты и пашешь, и отдаешь свое здоровье. Да, я понимаю. Ну, да, я еще с волосами. Это моя сестренка маленькая. Это старший сын. Если честно, я тоже немного читаю. Это мне жена положила, чтобы я хоть как-то закислился. Ну, психология, да, интересно. У меня супруга ей занимается. Картину сам попросил? Это было уже в комплекте. Психонолические подсовки. Я тоже заметил. Ты куда спрашиваешь? У тебя подруг, что ли, кушталка ввел? Вот мы тебя исправили. На прогулку, да? Чисто так, с трястищищей, да? Ну, давай. Все, хорошие прогулки. Аккуратнее только. Спасибо. Карьера хоккейиста, она непредсказуема. Поэтому оказался, сам того не ожидая, в классном коллективе с большими целями, с реальными целями. Поэтому, наверное, важнее всего. Я родился в Канаде, в городе Торонто, в связи с карьерой отца. То есть, мы там родились. И у меня еще две сестренки есть. Поэтому, говорю, мы провели большую часть детства нашего в Америке, в США, в Калифорнии. Тоже в связи с тем, что отец постоянной карьерой его туда-сюда гонял. До 11 лет я там прожил, получается. То есть, приставка джуниор, это никакой не прикол, это реально именно часть твоей имени-фамилии, да? Да, именно так. Да, это джуниор, переводится как младший. Не принято в Америке, в Канаде, вообще за границей иметь отчество. Поэтому, получается, второе имя. То есть, как отец меня назвал в честь себя, тоже Дима его зовут. То есть, Дмитрий младший, он Дмитрий старший. У меня, честно говоря, забавная ситуация, постоянно там в банках или еще где-то. Или если документами заниматься, постоянно какая-то проблема. То есть, никто не может понять, имя это или отчество, или зачем тире. Ты прикалываешься. Да, если забывают тире, то там сразу большая проблема. То есть, если тире, там даже вон банально, зайти на сайт прохоккей Легаси. И если просто ведешь Дмитрий Джуниор, Юшкевич, меня не будет видно на сайте. Именно нужно тире засунуть туда. Поэтому, забавно. Какая-то часть хоккейстов Орлана живет на базе, а какая-то часть здесь в гостинице, что совсем рядом с ареной. Молодец, без опозданий, как договаривались. Как ты? Ты что, один? Где-то на завтраке. А, он не ходит на завтраки? Да, на завтраке. Ничего себе. Завтраки проходят не в гостинице, да? Где-то здесь, неподалеку, получается. Нет, вот здесь, рядом, прям, на минуту. А Диас не спустился, он не ходит, да, на завтраки? Он никогда не завтракает. Ну, что, рассказывай, как тебе вообще в Кокштаб? Честно, давай, твое мнение. Мы идем, никого рядом нет. Да, все хорошо, все устраивает, все нравится. Никаких претензий нет. Все классно. А к тебе, со стороны тренерского штаба, есть какие-то претензии или нормальные? Что-то, может, они говорили тебе? Ну, я не знаю. Это, наверное, надо им вопрос задать. Есть ли какие-то претензии. Так, вроде нет, ничего такого. У нас как бы тепло приняли здесь, и поэтому было легче катиться. Доброе, доброе утро, как ты? Хорошо, нормально. Я уже смотрю, тут уже утренний контент. О чем будет пост сегодня? Какая вообще есть контент-план на сегодня? Я слушаю подкаст, просто сейчас выписываюсь подкаста. Понял, я думал, ты составляешь контент-план на сегодня какой-то? Не-не-не, он уже готов. Что на завтрак сегодня? Это не мое, это Жекина. Я вот ищусь, съел кашу. И будет вот смах. Масло – это круто. Друг друга поднимаем с полуслова. Всегда юморим, как говорится, на юморе, на позитиве. Потому что без этого не было бы слаженной работы. В любом случае вы застали Рамазана Базулаевича. И каким вы его запомнили? Это такой светлый человек. Он жил, он горел только от того, что Орлана, от имени Орлана, от ребяток. Он всю свою жизнь, мне кажется, ему всю душу отдал в клуб. Это его был как маленький ребенок. Максимально близко живут хоккеисты Орлана к своей арене. Вот гостиница, где проживает большая часть хоккеистов. Ну а вот, прям буквально через 50 метров, ледовая арена Бурабай. Так, это что такое растяжение? Это не вратарь, это не вратарь, надеюсь, да? То есть, если он так с телефоном, как бы. Стараемся не унывать даже в сложные моменты, поэтому... Ну и в раздевалке отличная атмосфера, у нас хороший коллектив собрался. Ёмко, буквально в трех словах, а характеризуйте ваших коллег? Дамир Убекович, он неплохо танцует. Женя, ну Женя, человек, который постоянно косячил, да, но ничего у него еще впереди, как ночица, да. Рабин Боратович у нас этот, он привносит просто позитив в нашу тренерскую, да. Любим пошутить, потому что он постарше у нас. Ну я в порядке. С летом много народу поменялось в команде, да? Главное, что я остался. Главное, что ты остался, да? И на этом можно заканчивать. У меня не уложено сейчас, что мне? То есть теперь у тебя все, да, вот, пытаются как-то подколоть. Я лично ничего не вижу здесь криминального. Ну, главное, слишком много стерей здесь сняли, и там, и они вот у меня лежат, они у меня вперед падают, и все. Поэтому вот так вот. Вот это очень интересный стенд, понятно, что мы штрафы брать не будем, так чуть-чуть. А вот расскажи, это так должно выглядеть и рабочее место, да, я понимаю? Да, да. Ну, плюс-минус порядок начинается с вешалки, так сказать. Театр начинается с вешалки, так же и в хоккее. По клюшкам я вижу, какой-то есть дефицит или все нормально здесь? По клюшкам, в принципе, все хорошо. Главное, как говорится, кто держит в руках клюшку, а там уже хоть деревянная клюшка, как ты ее владеешь. Это, ну, самое последнее, что можно там списать, вот клюшка плохая. Так, что есть, тем и... Ты на кого-то намекаешь сейчас конкретно или нет? Нет, ни в коем случае, это просто так. Ну, это правда. Правда жизни, так сказать. Орланок сейчас активно рекламирует мне своего администратора и специалистов по заточке коньков. Да. Краткая характеристика его. Профессионал с утра до вечера на работе с каждым индивидуально работает. Кому там угол, какой, какие-то термины у него там. Молодец, понимаешь? Да, золотые руки. А, насколько я знаю, по-моему, он ведь еще и работал, и не только у него, Арлан, да, в трудовой книжке, он и работал... В октабе. В октабе, да. Ну, у него даже с Бориса ребята лезвие передают точек, чтобы понимать. У нас же все содержится в пятках, здесь более, там, тысячи болевых точек, и, то есть, ты можешь встать на гвозди, а ты на самом деле лечишь, там, почки или печень, там, сердце, вот. И я сейчас с многим ребятам, уже многие ребята в команде, они тоже потихоньку интересуются, встают на гвозди, вот. И еще же там, ну, с гвоздями здесь можно психологически работать. У тебя должен быть там запрос какой-то определенный, допустим, у тебя есть в голове. И ты, как бы, через боль вот это проходишь, и тебе приходит потом осознание, озарение, вот. Каждый раз как первый. Самое интересное, что стоишь на гвоздях ты, а вот этот прилив энергии чувствую я. Да. Шаолинска немножко, что-то из Индии, чего-то такого. Короче, пополный набор. Вот по мне, это сейчас номер один в Казахстане исполнитель и трек. Атрау. Атрау. Прикольно. Качает. Качает. Кто не знает, девизом «Головой облет» уже очень давно является фраза «Возвышая горы, не принижая степи». И это, на самом деле, очень глубинная фраза. И мне радует, что в хоккейном клубе «Орла», несмотря на разные периоды, смотря на разных людей, да, всегда ценят и чтят свою историю. Посмотрите, какой длинный коридор, состоящий из фотографий, состоящий из кубков. Чувствуется дух победный, чувствуется, что это команда с историей. И здесь вот за каждый сезон есть фотографии, не только, да, с кубками и медалями, а просто все составы. Здесь, кстати, вот здесь я увидел Макса Байкслера, кто помнит, да? Очень прикольно. Ну, не только он здесь есть, вся история «Орлана» отражена в этих фотографиях. Прям приятно вспомнить. Мы увековечили память о людях, которые сделали этот клуб, которые вкладывали в него душу, свои личные деньги, время. Это было 100%. Ну, я как свидетель этого. У нас был момент, когда второй сезон здесь играли, получилось то, что после Нового года закончились деньги. И я видел, как они привозили туши, там, разделанные коров, чтобы мы кушали, там, рыбу кто-то привозил. Где-то они находили это все. Это хорошие люди. Вот Ставж Иванович ее до сих пор сейчас встретил меня и вспоминает. Почему-то у меня в голове осталось, меня отдали в аренду сюда с Бориса. Мы играли, по-моему, с Атпайом, первая моя игра домашняя была. И там как-то шайба стрикошетила, и получилось, что ворота после, я как по футбольному прыгнул, так, ну и достал ее. Он в раздевалку зашел, говорит, у тебя руки как у гориллы. И вот сейчас он пришел вчера. Спустя столько лет. И эту историю мне опять рассказал. Я в шоке был, что он помнит, он очень внимательный, такой следит. Ну и как бы Орлан – это их продукт, это топ игроки, и каждый сезон – это результат, это болельщики, это все. Здесь вопросов нет, мы просто не имели права не отметить их вклад в развитие клуба, в основания. Мы ходили вместе с Рамазаном в таксопарк, сувенирную продукцию приносим, таксисту говорю, вешай у себя в такси, будешь ехать, кого-то везти, и говорить, вот хотели клуб, называется так-то, такого-то числа встреча, будь добрый, приди. Я за это делаю три месяца, ходили бесплатно, ходили в автопарк, автобусный парк. То же самое делаю, автобусы рекламу вешали, сувенирку вешали, объявляют остановки транспорта и говорили, что завтра хотели. Костюмы шили в Екатеринбурге, здесь одевали, кормили, денег не было, мне кто-то носил, и Рамазану тоже. Кто-то добывает, например, лицензия на лосях. Я говорю, зачем тело субытое? Рога не нужны. У нас и туша не нужна, значит, ну уходить не нужна. Тушу сюда, ну примерно так. Рыбак, давай 40 килограмм рыбу в четверг привози, репу спелить на стол. Кто-то занимается фруктами, овощами, тоже везти. Вот так выживали. Первое время приходилось так выживать, потому что у нас не было опыта ни финансового администрирования, ни политического администрирования. Денег никогда не хватает, ни один хоккейный клуб не скажет, что у меня денег очень много. Но были интересные игроки. У нас играли ребята из Канады, из США. Один только Мартин, Боис Клерчев, Максим, то есть Боис Клерчев. Потом Яни Криндео. Вот это были звезды, под которых кинулись. У нас было такое, что не было места. Люди сидели на ступенках. Надо это каждый день. Если ты один раз отпустил, то у тебя уже меньше и меньше интереса появляется. Надо, чтобы народу было интересно. На какие-то шоу делать, сувенирные дела. Я говорю, что у нас мальчиков называли Орланами. На свадьбе играли Дим, хозяинного клуба. Под него плясали. Не знаю, как под него можно плясать, но плясали. Два ноль. Вы знаете, нет реально, нет в Казахстане хоккеиста, экс-игрока Орлана, кто может предъявить какие-то претензии вам и Рамазану Базулачу, кто каким-то недобрым словом, какой-то проблемой может вспомнить. Таких людей просто нет. Все не приходили и уходили из Орлана довольными. Как вот это получилось? Нет ни одного человека. Как ты можешь своих детей, это же твои дети, как ты можешь своих детей обижать? Что ты за папа тогда? Что ты за родители, если ты своих детей обижаешь? Зачем ты живешь на сайте? Мне не нравятся наши сайты. Столько грязи, столько ненависти, диванные критики, которые не разбираются. Всякие ему сулит вещи. Доходят до оскорблений нецензурных, доходят до религиозных дел, до национальных дел. Ну, нельзя так. Такие вещи надо пресекать. Я не то, что это какое-то ворчание мое. Я бы и я в глаза этим людям скажу, что нельзя так делать. И теряется прелесть. Дух теряется. Ты приделывайся, что-то организуй. Обычно эти люди, кто поливает грязью, они ничего не делают, кроме как поливание грязью. Это, наверное, такая профессия. Он жил хоккеем, он был всегда рядом. Я об этом вчера в эфире говорил, что где бы он ни находился, он очень часто был в заграничных командировках и в Корее, и в Германии. Он мог сегодня быть в Киеве, завтра где-нибудь там в Берлине, послезавтра где-нибудь в Париже. То есть он по работе часто мотался. Но, подчеркиваю, никогда не было такого, чтобы не было звонка у Тармаза Базулаевича. Никогда. Если команда каждый день звонила, каждый день спрашивала, интересовалась, вплоть до таких вопросов, как команда покушала, что у них там сегодня было, не заболел ли кто и так далее, нужна ли какая-то помощь. И вот такие вещи всегда были. Было так, что я вел репортаж, где-то там я такой человек увлекающийся, иногда бывает в рассказе своем какое-то отвлечение от хоккея сделаю, но при этом он мог позвонить. Я уже понимал, откуда идет звонок. Я поднимаю телефон, Рамазан Базулаевич, я быстренько микрофон отключаю. Да, Рамазан Базулаевич, Дима, ты ерундой там не занимайся, ты давай по хоккею, я тут что-то сижу смотрю. И вот даже вот такое было, во время матча он мог мне позвонить. И еще такой запоминающийся, запомнился мне один момент с Рамазом Базулаевичем связанный. Когда он уже болел, когда он, к сожалению, уже уходил, был такой звонок, буквально, ну, наверное, меньше месяца до его смерти, он позвонил мне, и уже такой плохой у него голос такой был. И он говорит, Дима, у нас как камера наша, вот основная, которую мы снимаем? А тогда помните, да, что у нас камеры тогда не было вот этого телевидения, не было там четырех камер, мы с одной камерой все это работали. Я говорю, да, Рамазан Базулаевич, нормально. Он говорит, нет, ты знаешь, я хочу, чтобы люди смотрели лучше картинку. Давай я тебе дам денег, сколько ты узнаешь, сколько стоит камера. Я куплю, дам тебе денег, и только купи хорошую камеру, чтобы люди могли смотреть. Меня это так поразило, человек, который уже, который уходил, конечно, он понимал, что он уходит, и какую он память хотел о себе оставить. Это вот, это для меня настолько показательно, что вот это вот характеризует этого человека. Друзья, рядом со мной Диаса Игайбеков, старший сын Рамазана Базулаевича, и мне невероятно приятно увидеть его здесь. Вот эта папина любовь непосредственно к хоккею, к хоккейному клубу «Орлан», она как-то незаметно нас всех завоевала, захватила. И более того, я вам скажу, что до сих пор и продолжается. И каждый день следим за игрой, за «Орланом». Вы вот как правильно сказали, да, человек слова. Отец, прежде всего, он же был железнодорожником, а люди этой профессии, они такие, у них стальные нервы, и они всегда добиваются своего, то есть добиваются поставленной своей цели. Все болельщики знают, как он относился не только к персоналу, да, но и ко всем игрокам и всем болельщикам. Трепетно. То же самое и дома. Я заметил, что «Орлан» сейчас берет, так скажем, путь на омоложение. И да, видно сразу, что руководство и коллектив сам целый хоккейного клуба «Орлан», они ставят задачу, я так думаю, не на год, не на два, а все-таки как минимум на три года. Я постоянно нахожусь в Третьевской, я слушаю, мысли. Он грамотный специалист, обученный, знает, что хочет от команды. У команды есть свой почерк сейчас, и для меня это важно, что мы играем все вперед. Да, где-то матчи, ну, вы, наверное, сами видели, мы там бросаем 50 раз, нам 14, 5-3 проиграли. Такое тоже бывает. И очень много матчей было. Ну, команда омолодилась, там, с 30-ти среднего летнего возраста до, там, 20-ти, сколько сейчас, я не знаю, 4-х, наверное. Молодой вратарь у нас Тимур Мейдер. Как бы, ну, я считаю, это хорошее открытие этого сезона, потому что он сыграл больше всех минут из всех вратарей лиги. Как бы, мы осознанно на это шли, мы могли взять опытного вратаря, но мы осознанно на это шли, потому что мы хотим вырастить своего вратаря. Я скажу честно, парень уже закончил с хоккеем, но он никому не нужен был, он уже на стройку устроился работать, как бы это грустно не звучало. Дима Мальгин, когда был летом еще у нас тренером, он, как бы, ко мне подходил раза три. Давайте возьмем. Я говорю, Дима, а как он вообще? Он говорит, он, как бы, сейчас весит на данный момент много. Ну, потом уже такой момент, нам нужен третий вратарь был. И он, получается, приезжает, я смотрю, думаю, ну, что-то не вратарь. Выходит на лед, там два упражнения сделали, вот этот Катай, кстати, подъезжает после тренировки и говорит, это у нас же будет основной вратарь. Ну, есть в нем задатки. Да, многие на него я тоже читаю, так, ну, не верят. И тут же пишут, где свои, а где мы своих найдем, если мы им не даем играть, не даем ошибаться. Пусть набирается опыта. Опять же, вот пример. Бояркин Борисевич на глазах. Снизу, вверх, пришли к Аталуму. Я так понял, что комментарии в социальных сетях, да, закрыты. И, то есть, с какой целью это сделано? Это были какие-то оскорбительные, то есть, нарушения законодательства. Почему закрыли комментарии в социальных сетях клуба Аланта? Ну, было и такое, и в основном это был, знаете, негатив. Мы пытались сначала блокировать этих, ну, там, во-первых, дети, женщины, да, там грязь такую пишут. Ну, полностью какую-то чушь, неправду. Ну, если они, знаете, я себя так на мысли поймал, то, что они должны управлять клубом. Ну, они люди, которые, да, там, что-то понимают в этом, чья работа. Просто как-то каждое, любое движение, все на негативе. И, ну, зачем нам этот негатив? У нас ребята новые приезжают, какой бы хоккеист ни приехал, он изначально уже был плохой. Ему даже шансы не давали его в деле увидеть. Ну, это, я считаю, неправильно. Мы закрыли, оградили это от ребят, от болельщиков, которые хотят болеть за нас. Тут, как бы, вопрос, ну, все просто. Научился под давлением работать, да. В любом случае, болельщики будут ли не гейм-менеджером? Не вопрос, я готов на себя взять, как бы, ответственность, я не боюсь ее. Я считаю, что мы делаем все правильно. Мы, чтобы вы понимали, в этом сезоне у нас два человека в национальную сборную вызваны были. Для меня это, как бы, это какой-то пункт, что, да, мы на правильном направлении работаем. Приходилось увольнять людей, которые там сделали для клуба много или что-то, но, как бы, все по-честному. У каждого хоккеиста есть свой срок. Потом просто он становится медленнее, еще что-то. И тут, как бы, как я вот смотрел про Рональда, интересно, он так сказал, ну, он подошел к Фергюсу и спросил, а когда мне с футболом заканчивать, он ему сказал, молодые подскажут. Так вот, молодые подсказывают. Не могу не спросить, я уже сказал, да, что я менеджер есть в Саратии, в Баруси, но вот в отличие от них, например, вы не боитесь, да, выходите к медиа, отвечать за результат, комментировать, да, признавать какие-то моменты и говорить об этом открыто. Вот почему вы это делаете? Могли бы тоже закрыться, как говорится, и вообще даже не думать и не знать, кто там что пишет, кто там что говорит. Почему у вас, вот, вы по-другому подходите к своей работе? Ну, мы вообще должны, наверное, больше все по-другому к своей работе подходить, если мы хотим иметь сильную лигу, сильную, там, людей в Баруси, да, там, национальную сборную, ну, чтобы хотя бы нас рассматривали. Мы должны быть открытыми. Люди уже настолько в соцсетях сейчас, как бы, ну, им неинтересна там, им интересна внутренняя кухня, кто о чем думает. Они же в основном все додумывают, а тут, как бы, ты говоришь, как есть, и, ну, кому-то это нравится, кому-то это не нравится, опять же. Все определяет наш... Собственность перед собой, опять же. Да, все в работе нашей определяет результат. Если он есть, хорошо работаешь, нет, значит, ошибся где-то. Надо анализировать постоянно. Этому меня, кстати, научил Леонид Горич, потому что этот человек, он анализировал все. Кто как зашел в раздевалку, я не знаю, кто как вышел с автобуса, кто там улыбнулся не так или что-то. Это настолько профессионал. Я, конечно, очень многое в хоккейном плане... Ну, я впитывал это все, получается, от него. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще удивительно, как вырос Орлан в плане отношения к своей работе. Я сразу увижу такие моменты в раздевалке. Здесь уже никто не называет команду соперника оскорбительными словами. Иностранные хоккеисты здесь сейчас, что меня поразило, поют гимн Республики Казахстан. И это вы увидите далее. А большинство новых сотрудников максимально открыты и на позитиве. А да, это просто там свободное время. Он сам занимается. А, это ты сам делаешь? Да. Ничего себе. Могу подарить. Серьезно? Весь этот вектор правильного отношения к лиге, к соперникам, к гостям клуба, своему ремеслу, помимо администрации, задает и тренерский штаб. Мы готовимся к ло-оу. Мы уважаем всех своих соперников. Но мы никого абсолютно не боимся. И нам абсолютно все равно, на кого мы выходим, впадает. Тренерский штаб благодаря еще и четкой работе видеотренера детально разбирает каждый эпизод игры, и мы уже это видели. А парни, благодаря тому, что каждый из них личность привносит в клуб что-то новое. Кто-то стоит на гвоздях, кто-то пропагандирует чтение книг, а есть и те, кто рубится в шахматы. Именно совокупность разных характеров и создает команды, у которых есть душа, и за которыми интересно следить простому зрителю. Давайте, мужички. Каждый пользуется своими сильными сторонами. Давай дружно, одной бандой. Главное начать активно, все, затоптать с первых смен. Хорошая игра. Диман, с возвращением. Старый, давай пару слов. Мужики, что хочу сказать. Месси пропустил. Рад вернуться в этот коллектив. И давайте у нас на груди волк. И выйдем, будем, как волк сейчас станет. Все друг за другом вместе. И в этой лиге не будет команды, которая нас победит. Давай, друг за другом. Здорово. Вперед, вперед, вперед. Как вам играет сегодня? Приветствую, как дела? Хорошо. Вперед, вперед. Вперед, вперед. Вперед, вперед. Альман Кирилл! КОНЕЦ КОНЕЦ Как раз в спальне квартиру купил, а в спальне телека я был. Поставим, жена будет рада. КОНЕЦ КОНЕЦ Я уважаю, когда сам как страну, я считаю, это нормально, даже если я не стране, что я поюгин. И Кирилл Полохов, мы в стражаке играли в прошлом числе, он уже с того, что он меня учить начал. А в Орлане слова показаны, поэтому мне попроще было. Максимальное тебе уважение, максимальный респект. Айвад! Айвад! Тебе приятно давать. Никому другому как бы так неприятно, потому что только у тебя такие вопросы, на которые... Спасибо, Ивра, я очень приятно. Помимо того, что надо просто отвечать, надо еще и думать, как отвечать. Ивра, я Vارес! Айвад! Ивра, яいた. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сыграл за сборную Скажи молодым ребятам, которые смотрят, что это за чувство, и каково это, и к чему надо стремиться За сборную всегда приятно играть Представлять нашу сборную на международной арене И все должны думать об этом Даже мы здесь играем в чемпионате Казахстана, сейчас на данный момент кто-то играет в России Должно быть понимание того, для чего все это делается, зачем это имидж страны Чисто для себя текстанты, все быстрая рука, это будет то и но Субтитры сделал DimaTorzok Поэтому все здорово Какое первое желание после таких непростых матчей? Дима просто... Поужинать, поужинать Дима лучше, извиняюсь, переблюсь сегодня просто попросил его, говорю, выходим на смену, просто забей гол, пожалуйста Не вопрос, вот пожалуйста Магия Сказал, сделал Да, Касавчик Тигр-про Мы тут все, как говорится, в одной лодке, делаем одно дело Я думаю, ты сам за эти дни увидел, как мы живем, как раздевалка живет и отношение каждого к делу И, ну, тут можно без слов, ты сам все видел И люди увидят в своем видео, как команда относится к делу, как относится к болельщикам и, в общем, к нашему делу А закончить этот особенный выпуск я хочу словами одного из самых больших людей в истории казахстанского хоккея И пусть каждый руководитель в каждом городе и каждом клубе берет пример с человека, чье слово было кремень, сердце открытым, а любовь к хоккею безграничной Вот как он встречал трудности с улыбкой и всегда говорил Ничего же делать, это только приходится стиснуть зубы, держаться и держались и ждали момента, чтобы все прошло благополучно Ну что, друзья, трибуны опустили, команды тоже отправились домой И только Головой облет продолжает популяризировать и рассказывать вам о закулисе казахстанского хоккея и героях нашего любимого спорта И я благодарю каждого из вас за то, что вы, именно вы помогаете мне это делать Обязательно подписывайтесь на канал Головой облет, ставьте лайк этому выпуску Подписывайтесь на все социальные сети программы и я всегда говорю и буду говорить, пока я не один, пока нас много, вместе мы сила И я буду и дальше стараться радовать вас интересным и эксклюзивным материалом о закулисе казахстанского хоккея Искренне жму руку каждому из вас и еще раз повторяю, большое спасибо Это была программа Головой облет Это была программа Головой облет